Это работа позднего Матисса, работа, которая относится к 1947 году «Тишина, которая живет в домах». И это тоже про покой, который разлит где-то внутри этой композиции. И эта композиция гораздо более камерная, эта композиция гораздо более мягкая и спокойная, нежели танец, нежели радость жизни 1906 года и роскошь, покой и наслаждение 1904 года. Но эта работа тоже про покой и про наслаждение и про роскошь, которые на самом деле скрываются в самых простых вещах. Если посмотреть внимательно на дату, когда создано это произведение, ты понимаешь, что оно возникло не просто так. Оно как раз-таки приходится на период, когда Анри Матисс полностью растворяется в Лидии Делекторской, которая, как я уже сказала, становится нечто большим, чем просто натурщица и чем помощница и чем секретарь. Она становится той женщиной, которая изменила мир Матисса. Но даже, наверное, правильнее будет сказать, не изменила, а вернула его к тому Матиссу, с которого начинается его собственная творческая революция. И во многом эта работа про любовь. Про любовь, в том числе ту, которую Матисс испытывал к ней. Испытывал не только на уровне увлечения Делекторской как женщиной, но еще увлечение ей как существом, которое явилось для него абсолютно чем-то новым и которое он хотел познавать каждую секунду их совместной жизни. И вот это ощущение какого-то чтения, ощущение семьи, которое здесь скрывается в неком символическом подтексте, потому что здесь нет портретных изображений. Мы напрямую сказать, кто здесь показан, не можем, потому что здесь некий образ. И хотя Матисс далек от понимания символизма, хотя есть несколько работ, надо сказать, и, как говорится, было бы желание, всегда можно найти символические аспекты в творчестве многих художников 20 века. У Матисса, если вас эта тема заинтересует, есть работы 1902-1903 года. Например, вид на Нотр-Дама, о котором я не буду сегодня говорить, но в качестве такого самостоятельного домашнего задания вы можете обратиться к ней, потому что это достаточно необычная работа для Матисса. Несмотря на то, что в них уже будет читаться Андрей Матисс как начинающий фавист, и несмотря на то, что там уже чувствуется смелость мазка, смелость формы, к которой он прибегает, там достаточно темная, непохожая на него гамма. Это связано с личными переживаниями, с определенными событиями, которые произошли в его семье, когда уже в нее влилась Амелия Матисса, его супруга, которая подарит ему в будущем двух сыновей. У Матисса это был достаточно тяжелый период, это отразилось, собственно, на палитре. Вот здесь тоже появляются темные цвета, но все равно при этом здесь есть цвет. Во-первых, здесь появляются желтые контуры, во-вторых, желтый цвет путирует в образе окна. Кстати, об окне. Окно – это один из самых любимых образов Андрея Матисса, который вы можете увидеть, ну, знаете, буквально в каждом третьем произведении. Бесспорно, мне бы, наверное, хотелось бы сделать сегодня какую-то подборку, в котором будет, ну, не знаю, 30 либо 40 окон, а, в принципе, это довольно-таки легко насчитает такое количество изображений, где окно фигурирует как главный персонаж. Я этого делать не буду, но несколько работ сегодня мы с вами абсолютно точно берем. И это одна из них – тишина, которая живет в домах. Это работа о чем-то сокровенном, это работа о нас с вами, о людях, которые очень часто ищут какой-то идеал и ищут счастье далеко за горизонтом, далеко за тем местом, где мы жили, и пытаются понять, где же скрывается то самое счастье, которое на самом деле иногда скрывается в самых простых вещах. И в тишине, которая живет в домах, это очень легко чувствуется. Во-первых, здесь появляется мотив чтения, помимо окна, про которого я уже рассказала. Чтение – это ритуал, который для Матисса станет нечто большим, чем просто какая-то даже наша базовая потребность, либо бытовая ситуация, потому что, вы понимаете, мы читаем достаточно часто, и вряд ли, наверное, мы заслуживаем того, чтобы стать объектом интереса Андрея Матисса. Но мы бы могли им стать, потому что Андрей Матисс очень часто наблюдал за своей дочерью и за своей супругой во время чтения этих зарисовок, где чтение является ключевым моментом, в его жизни было очень и очень много. Это работа иногда этюдного характера, иногда это работа законченной, которая является самостоятельным, самодостаточным произведением. И здесь вот эти символы, они объединяются. И в данной работе Матисс – абсолютный символист, несмотря на то, что и по времени эта работа уже вышла за рамки классического символизма. И, с другой стороны, Андрей Матисса не был символизмом напрямую, если обращаться к нему напрямую, но все-таки он здесь проявляется, как и в тех работах, которые я обозначила для вас, как работы для самостоятельного изучения, работы 1902-1903 года. Там и гамма соответствующая, потому что холодные голубые, сероватые оттенки, и какие-то отдельные символы, отдельные взгляды, которые характерны именно для художников символического круга. Поэтому тишина, которая живет в домах – это возможность изучить счастье уже через призму обычной жизни. И не искать какие-то идиллические изображения, как это происходило в радости жизни, либо в роскоши, покоя и наслаждения, создавая какие-то достаточно театрализованные, сложные композиции с большим количеством образов и большим количеством сюжетов внутри, казалось бы, единой картины. Тишина, которая живет в домах – это немного о нас с вами. И вообще Андрей Матисс был художником, который во многом писал о том, что нам абсолютно понятно, несмотря на то, что зачастую он выбирал формы, которые с первого раза для нас не раскрываются.